Всем привет, ребят, меня зовут Данил, вы на канале StockOne и сегодня мы с вами поговорим о том, актуально ли PlayStation 5 на конец 2022 года в связи с мировой всей вот этой ситуацией, тем что PSN висит в России и так далее. То есть, стала ли консоль кирпичом и вообще, как обстоят дела. Давайте я вам наглядно покажу, расскажу, что в принципе никаким кирпичом она не стала, нормальные люди с головой все это дело обходят. Вот, приобретают игры в других PSN, в других странах, Европы, Америки и так далее. То есть, в данный момент все игры, которые вот здесь сейчас есть, это все куплено на турецком PSN. Если кому-то интересно, это не реклама, а просто нормальные проверенные ребята, которым можно доверять, потому как в интернете есть разные ситуации. Кто-то берет больше, кто-то меньше, кто-то вообще кидает людей. Поэтому проверенные ребята, которым можно доверять, если кому-то интересно, пишите в комментарии, дальше мы с вами все это дело обсудим. Дам контакты и вы уже дальше там сами поговорите с ребятами, что как и чего вы хотите. В общем, приобретая игры в турецком PSN, вы можете сразу посмотреть, будут ли они на русском языке, чтобы потом не испытывать дискомфорт, если кто-то любит игры именно с русской озвучкой и так далее. Вот, то есть, вот в данный момент, которые есть, это все на русском языке. Также еще куча есть игр, которые там имеются тоже на русском языке. Это вот так для себя просто посмотреть. Значит, в чем выгода еще, да? В PSN, в турецком можно взять себе подписку, например, на год. Вот, по этой подписке, которую вы приобретете, допустим, в турецком PSN, вам будет доступно очень много игр. В данный момент вы можете посмотреть. Здесь есть и Metro Exodus, и этот, про кота, игра новая. Также есть что-то старое, что-то новое. Там вот эта игрушка есть, ассасинцы все части есть. Спайдер-мен, моралис, Вальгала, ассасин, ну, как бы, новый относительно. Demon's Souls новый, Hollow Host 2 Sima, это полная режиссерская версия. Returnal, два Death Trading, эти тоже там полные, неполные версии. В общем, в принципе, игр здесь достаточно, если вы приобретете подписку. Этой подписке реально вам, вот вы взяли на год подписку, и год вы можете играть тупо только в эти игры, даже не скачивая те, которые еще будут добавляться в процессе этого года. То есть, он постоянно обновляется, новые игры добавляются и так далее. В общем, приобрести игру не проблема. Например, смотрите, давайте мы сделаем с вами даже вот что-то вот такое есть, новенькое, наверное. Именно стоит эмблемка PS5. Можно даже посмотреть, что это оно вообще из себя представляет, чтобы понимать. В общем, приобрести игру вы можете, для начала вы можете вообще ознакомиться и посмотреть, есть ли она с русским переводом, если русский перевод есть, то тогда вообще проблем нету. Приобретаете, либо по подписке скачиваете бесплатно и играете, отдыхаете и наслаждаетесь. То есть, в принципе, ничего не поменялось, пусть это не российский PSN, но тем не менее, все работает. Это самое главное. Волки, люди, оборотни, короче, не знаю, о чем. В общем, какая-то хрень. Значит, смотрите, например, если вы хотите какую-то вот, давайте посмотрим вот эту, да, она еще с PS4, она по-любому должна быть на русском языке. Заходите в игру, так скажем, тапаете, свайпаете вниз и вот здесь смотрим, у нас есть аудио. И здесь смотрим, да, все языки и также есть русский. Если русский язык есть в игре, без проблем мы ее, значит, качаем и наслаждаемся русским переводом, вот, полным дубляжом и так далее. То есть, ну вот, сами посмотрите, сколько игр доступно и сказать о том, что консоль стала каким-то кирпичом, или российский пользователь, проживающий на территории Российской Федерации, испытывает какой-то дискомфорт в том, что там PSN отвалился, то, что там Sony, типа, ушла и так далее. Там на время, не на время, не понятно, но тем не менее. То есть, в принципе, ну, этого нет. В будущем, да, игры будут, возможно, уже не будут с русской озвучкой, например. Ну, если это так все затянется и они не вернутся на российский рынок, то, в принципе, раньше люди на Xbox всегда играли в английские игры. То есть, никогда не было переводов каких-то, вот, еще вспомните, там, 360 Xbox и так далее. То есть, в принципе, всегда люди играли и не испытывали никакого дискомфорта. Я думаю, субтитры в любом случае будут, ну, а если и нет, то, ну, это не составит труда, там, в принципе, английский язык не такой уж прям и сложный. Не обламываемся реально, в принципе, всего хватает, сидите, играйте. Вот, надеюсь, быстрым таким видео я смог вам ответить на вопрос о том, актуально ли еще PlayStation 5, допустим, в связи со всей мировой вот этой вот политикой и так далее. В принципе, в целом, да. Поэтому, ну, да, не работает российский PS, но это не проблема, как видите, все можно найти в других странах, на других PS. Ну, что ж, надеюсь, на вопрос я ответил, актуально ли, либо не актуально, стала ли она кирпичом. Я думаю, вы сами все наглядно видите. При таком объеме игр и при сторах других стран, я думаю, никаких проблем нет. Давайте вот посмотрим GoToWar, получится ли здесь посмотреть язык. К сожалению, нет, пока даже не указано, какой будет язык, к сожалению, но... Да, пока не видно. Давайте попробуем другую, CallumTuty попробуем. Может быть, в ней уже есть какие-то подробности. Так. Открыть. Нет, тоже нету. И здесь, к сожалению, тоже нету. Ну, по предзаказам, да, пока непонятно. Вот когда предзаказы, не поймешь, будет ли там русская озвучка, не будет. Допустим, вот если старую взять игру, то мы переходим на ее страничку. И вот здесь, видите, сразу появляется аудио. И вот стоит Россия. То есть, полный дубляж, русский язык. Вот, с новинками, конечно, так не получится. Ну, проще, конечно, сделать, дождаться просто, когда ее кто-то приобретет. Вы посмотрите обзор, и если человек играет с русской озвучкой, значит, все нормально. Потом перешли, и можно будет уже ее приобретать. Вот, а так пока, ну, предзаказ не делайте. Просто подождите, там, день-два, я думаю, с вами ничего не случится, чтобы понять, будет ли она с русским языком или нет. Ну, собственно, как-то так. Вот обстоят дела с PlayStation 5 на конец 22-го года. Надеюсь, наглядно показал, что дела обстоят нормально, что в целом все хорошо, все работает, никаких проблем нет. В общем, все. С вами был я, Данил, канал StockOne. Берегите себя. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok